коллеги всем здравствуйте добрый день школа менеджмента стратоплан рассаживайтесь поудобнее перед экранами ваших устройств телевизоров и мониторов и давайте вначале традиционно проведем проверку трансляции если вы меня видите слышите видите наши слайды напишите пожалуйста несколько плюсиков нам в чат убедимся что у нас трансляции все в порядке и мы можем поговорить про то для чего мы здесь собрались поступают плюсики алексей были первыми коллеги тоже рад вас всех видеть рассаживайтесь мы изначально целились полтора часа с нашей трансляции но сейчас коллегами посовещались мне кажется что мы уложимся в чат в чат все ну все в середине дня мозг то уже начинает сбоить немножко выложимся в час надеюсь что этим самым никак вас не подведем но посмотрим на количество вопросов но мне кажется уложиться в час это лучше чем полтора ну что рад вас приветствовать надеюсь что все кто хотели к нам присоединиться к нам пришли а мы сегодняшний эфир хотели посвятить да и посвятим тому как ну что ли перенайти себя в профессии руководителя как вернуть интерес к своей работе если ты работаешь руководителем особенно и поговорим про то как обучение в этом может помогать и поговорим конкретно про те программы которые есть сейчас может быть вы для себя их рассмотреть как раз из той точки зрения чтобы этот интерес к себе вернуть я помню как мы первый раз столкнулись со всей этой историей это был наверно конец 2013 или 14 сейчас сложно вспомнить а мы тогда запускали годовую программу обучения нам пришло учиться 500 студентов и у нас на входе было тестирование где мы предлагали людям пройти там несколько довольно объемных тестов на тему того на тему психотипа на тему профессиональной ориентации там и так далее и один из этих тестов таким побочным эффектом обнаружил нересурсное состояние у людей он показал он довольно четко показывал что человек находится в состоянии сильной усталости где-то может быть уже и выгорания в общем ему его не очень радует его работа так вот из 500 человек я помню что таких людей у нас оказалось 300 и меня тогда это поразило что 60 процентов людей приходят в обучение в состоянии ну там усталости от работы и обучение рассматривают как будто такое средство вернуть себе то удовольствие которое когда-то раньше было вместе с ними и я бы сегодня хотел начать тоже с вопроса коллеги вот если вы бы оценивали вашу работу сейчас потому насколько она вам интересно по шкале от 1 до 10 10 это у вас масса энергии работа для вас это фактически праздник вы с утра просыпаетесь и думаете слава богу что у меня вот такая работа вот сейчас я приступлю ну вот или один то есть когда совсем уже энергии нет и интереса вот где вы по этой шкале находит но если это уместно в чате написать да пока я вижу у нас поступают оценки от 2 до 10 то есть у нас десятки есть коллеги если что вот можно как раз задать вопрос как испытывать интерес к своей работе но я организирую немножко но пока я вижу такое разнообразие оценок и запомните пожалуйста оценку которая у вас сейчас есть которую вы сейчас чем что интересно я замечаю ее довольно просто назвать и знаете вот про что еще можно здесь подумать это а чего не хватает ну то есть вот у вас сейчас 7 до пишет дарина чего не хватает чтобы было 10 или павел пишет 4 почему 4 если бы это было как 6 то это выглядел бы как вот на эту тему уже сейчас можно поразмышлять чат не пишите это просто нам чтобы здесь зафиксироваться сделать такой срез себя и дальше пойти в нашу сегодняшнюю тему цифру запомнили свою поехали дальше что нам говорит статистика и какие факты мы можем наблюдать сейчас вокруг нас есть замечательная книга называется она это так не работает марку собакингем он там приводит результаты исследования deep research institute это результаты исследования до 2018 года то есть это еще до пандемийные времена до военные времена и уже тогда было заметно что 84 процента людей как будто не испытывают интереса к своей работе если вдуматься в цифры то они в общем то могут пугать очень мало людей действительно интересуются своей работой на которую они тратят большую часть своей жизни я предположу что пандемия и разразившаяся война она как-то не добавила интереса к работе но может быть кто-то ушел туда в таком найти процессе избегания нашей реальности но это не про интерес скорее про то что как справиться с текущей ситуации вот как перестать думать о том что происходит вокруг и так далее восемьдесят четыре процента сама по себе цифра довольно такая пугающая причем если интересные исследования про разные сегменты управленческой аудитории например есть исследование которое было опубликовано в журнале psychology today про работу генеральных директоров про то что 25 процентов все в их выборке находится в состоянии клинической депрессии а 75 процентов всего не радует их работа какой мы из этого можем с вами сделать вывод наверное то что не надо стремиться в генеральные директора потому что там непонятно что с людьми происходит вот но если серьезно то в общем там ситуация то тоже в общем так себе причем это заметно и по каким-то другим фактам ну например многие айти компании например стали включать на психотерапию в социальный пакет это начало происходить еще до пандемии появились сервисы подбора психотерапевта причем их довольно много появилось и где вот в основном бывшие айтишники которые с этой темой соприкоснулись вот и пошло-поехало доклады про выгорание на там индустриальных конференциях набирают полные залы сотни человек сидят слушают что-то записывают я сам этих докладов довольно много делал и некоторые даже становились лучшими докладами на конференции что странно то есть найти на конференции лучшим становится доклад по психологии как это происходит похоже что вот эта история с интересом с удовольствием с удовлетворением она нас так или иначе всех затрагивать пару слов про нас и почему мы про эту тему решили поговорить и откуда мы берем свои наблюдения подозреваю что не все с нами знакомы коллеги поэтому буквально очень быстро школа менеджмента стартоплан была основана моим коллегой славой панкратовым и мной меня зовут александр орлов официально мы существуем 2010 года до этого времени мы со славой работали как такие классические айтишники у нас техническое образование там физмат лицеи компьютерной технологии работали мы программистами тестировщиками менеджерами команд директорами подразделений компаний и еще работая в производстве начали заниматься бизнес обучением я тогда работал в компании intel начал ввести внутренние пилоские тренинги для менеджеров по коммуникациям но по каким-то таким вещам потому что называется soft skills мне вот это было симпатично нравилось и вот я этим занимался 2008 года я лично занимаюсь этим профессионально с 2010 года мы этим занимаемся как школа менеджмента стартоплан уча умных людей работать с другими умными людьми управление командой конструктивные коммуникации управление проектами все что так или иначе связано с управлением это то чем мы уже очень давно профессионально занимаемся чему учим за это время многие компании к нам приходили и люди приходили вот и значит больше на 20 тысяч человек через наши программы обучения так или иначе прошли что стало со старым стартопланом спрашивает геннадий а мастер опанет это личный кабинет у нас был на одной из платформ после чего мы выпилили на другую платформу коллеги из команды поддержки сейчас нам подскажут как она называется и если доступ к вашим курсам которые вы приобретали в стартоплане пропал можно написать поддержку думаю что все может быть восстановлено к чему я веду да возвращаясь к речи мы занимаемся обучением много людей проходит приходится разбирать очень много кейсов в том числе и про состояние людей иногда мы с этого начинаем обучение потому что если человек находится в нересурсном состоянии но обучение может быть вот прямо сразу идти что-то там учиться менять своей команде может быть и рано вначале надо немножко поразбираться с собой и сейчас в каждой программе по сути у нас есть такой отдельный блок мы с этого начинаем я про это чуть позже расскажу и так получилось что и нам со славой пришлось получить психологическое образование и у большинства наших преподавателей она тоже есть причины были разные слава тогда пошел учиться на вторую вышку по практической психологии на по теме обучения взрослых людей потому что хотел осознанно подходить к обучению взрослых людей я в тему психологии пришел через собственное выгорание когда с ним разбирался и потом когда ну как мне казалось разобрался начал этому учиться чтобы помогать другим вот у наших тренеров у всех свои истории что интересно в работе руководителя очень много психологии мы про сегодня поговорим и психологии собственной и психологии коллектива и психологии конкретных людей с которыми ты работаешь и более глубокое понимание этой темы она тебе позволяет руководить лучше и находить новые точки интереса к своей профессии потому что когда ты начинаешь работать на процессном уровне не только на уровне контента а вот мы на совещаниях на созвонных коллеги когда вы созваниваетесь с коллегами можно кстати вас сейчас спросить сколько у вас созвонов неделю такую социуметрию соберем у меня я думаю что их порядка десяти вот мы на этих созвонах проводим довольно много времени и обсуждаем и там много контента ну то есть какие релизы какие фичи мы делаем там что-то еще и на фоне этого там еще происходят определенные процессы какой-то момент мы начинаем спорить друг с другом возникает эмоции раздражение гнев вот если у кого-то возникают такие негативные эмоции в моменты созвонов можете смайлик написать чат люди возражают люди сопротивляются мы пытаемся убедить значит раздражаемся что они не убеждаются там и пошло поехало и все это это про процессную историю человек хочет этим заниматься или не хочет заниматься вчера вроде хотел а сегодня перехотел как так это все тоже про процессную историю поэтому с вами сегодня тоже поговорим ничего себе 50 созвонов у константина константину лучи поддержки вам чтобы держаться 25 александр круто вот но в среднем где-то вот у нас там 7 8 10 я вижу до 20 в части созвонов так вот я к чему к тому что как только ты понимаешь процессную составляющую тебе возвращается но ты находишь как будто для себя новые точки интереса что мы с вами будем делать сегодня на эфире несколько вещей первое я бы хотел с вами разобрать несколько инструментов как понять где вы сейчас находитесь по отношению к вашей работе ну первый инструмент который называется шкала психологии мы разобрали по шкале от 1 до 10 это понятно да мы цифру запомнили мы разберем еще несколько инструментов второе мне бы хотелось с вами наметить некий план куда бы вы вот вы конкретно хотели бы прийти потому что я не являюсь специалистом по вашей жизни мы с вами со многими лично не знакомы и я не жил в вашей шкуре у меня другой психотип у меня другой контекст там свое окружение свои задачи мне бы со своей жизнью разобраться вы себя знаете гораздо лучше чем я и но при этом я могу там создать некую инфраструктуру задать какие-то вопросы вам вы немножко пофантазировали про то куда вы хотите прийти потому что от этого зависят потом дальнейшие шаги и обучение это может быть одним из этих шагов могут быть другие какие-то шаги но шаги они зависит от того куда ты хочешь прийти в качестве метафоры да очень часто приходят нам тимлид или руководители и начинают значит описывать ситуацию на своей работе завершая это вопросом что делать ну например у меня заказчик который там нам середине итерации пропихивает новые хотелки не знаю коллеги если у кого-то была такая ситуация можете плюсик нам чат написать ну вот или там у меня токсичный какой-то техлит на которого все завязано вот от него плачут все в команде но я не знаю значит я уволить не могу иначе все развалится что мне делать и для меня это все выглядит как описание некой такой обстановки узнать у меня трехкомнатная квартира там значит есть две спальни гостиная в гостиной стоит белый диван спальня две кровати что мне делать диван еще знаете качается немного так а ты чего хочешь ты хочешь переехать в новую квартиру ты хочешь в этой прожить следующие 20 лет завести здесь детей и что-то еще ты чего хочешь то вот вы чего хотите токсичный техлит это некая часть контекста да вы чего хотите вы хотите из этой команды сделать лучшую команду в компании вы хотите выпустить какой-то новый продукт вы хотите получить новое там карьерный промоушен там вы хотите научиться работать вы чего хотите от от того от хотелок зависит собственно домик у моря и безделье но мы про это поговорим елен когда будем говорить про потребности которые стоят за хотелками потому что если хочется безделья возможно вопрос в том что сейчас довольно много усталости вот но про это чуть позже вот наш план на сегодня что я хотел бы с вами поделать до рассказывая свои байки инструменты и рассказывая про наши программы а программ у нас будет три про которые я расскажу это курс команда для тех кто руководит людьми командами это школа технического директора для технических директоров и тех кто хочет ими стать эта программа сел без иллюзий для тех кто вообще думает в сторону того чтобы стать генеральным директором или им сейчас работать ну что ж давайте теперь такой к содержательной более части что ли переходить смотрите у нас в голове все на самом деле немного или много перемешано у нас там есть эмоции у нас там есть мысли у нас есть какие-то понятия оценки обесценивание где-то гипотезы обобщение то есть там довольно много всего перемешано частности там перемешаны такие понятия как например интерес или мотивация или удовлетворение или энергия и потребность все казалось бы имеет отношение там мотивации к интересу но все как будто немножко про разное инструментарий который мы с вами будем сегодня пробовать и разбирать он как раз про эти понятия чтобы нам с вами навести какую-то картину то ли более четкую на то что с чем связано и что от чего зависит и давайте с этим разбираться первый инструмент который я хотел бы вам предложить мы как раз про него писали в наших телеграм-каналах наших рассылках на этой неделе и мы про него очень давно упоминаем в там программа для тем лидов я с ним столкнулся впервые году 2005 наверное это доработал как раз в компании intel по моему это была первая матрица 2 на 2 с которой я познакомился эта матрица интереса и компетентности то есть если у нас по одной шкале отложен интерес человека какой-то деятельности по другой компетентность чак в этом виде деятельности матрица говорит о том как и что происходит с человеком на работе но если вы нанимаете нового там студента с горящими глазами который никогда нигде не работал вам приглянулся значит на собеседование вы как-то впечатлились его способностью к самообучению всем остальным вы его нанимаете он оказывается в каком квадрате но с точки зрения этой матрицы скорее всего он окажется где-то квадрате справа внизу она потому что человек пока с точки зрения вашей работы много чего не умеет он не знает как устроен у вас бизнес-процесс он не работал с этими стандартами с этими системами он не знает как работать с коллегами из других стран особенно из индии там ну и так далее у него многих компетенций еще нет он никогда не проводил собеседование там он ну и так далее при этом ему все это очень интересно у него горят глаза человек оказывается в правом нижнем квадрате он включается в работу если человек горит своей деятельности ему интересно он начинает что-то прикручивать что-то откручивать в общем он там проводит очень много времени если он обучаемый то со временем его компетентность повышается вот не за коллеги у вас было такое что вы на работе работали там по 12 часов в день потому что интересно если такое было можете смайлик в чат или плюсик у меня такое было много раз и в intel еще когда мы на сам макросистем сработали и потом когда я уже начал заниматься бизнес-обучением но если интересно тебя от этого извините прет ты просто кайфуешь это такой поток впадаешь потом такой елки-палки уже там это метро скоро закроют вот надо домой и тебе никто не оплачивает эти переработки ты сам вот на этом внутреннем интересе ты прокачиваешься то есть ты довольно быстро прокачиваешься и человек перемещается правый верхний квадрат где он знает и умеет довольно много ему все еще интересно если мы эту историю в перспективе развернем ну чак в этом проекте живет там два два три пять что с ним может начать происходить интерес может начать пропадать потому что не так много пространства для развития да у дэн пинг говорил что есть три важных фактора мотивации это autonomy master и purpose autonomy это автономность когда у тебя есть какая-то область где ты можешь принимать решения purpose это смысл а mastery это когда твое мастерство растет то есть условия для роста мастерства так вот когда эти условия когда ты очень компетентный вот этих условий уже нет они сами собой исчезают это перемещать тебя в левый верхний квадрат это любопытная история потому что находясь там ты можешь знать и уметь возможно больше всех в команде а может даже в компании но сама работа тебя начинает потешно что происходит дальше последний пустой квадрат нам как бы намекает но люди ты не глупеют так но если порассуждать но сама матрица вот это вот что интересно она постепенно постепенно так поднимается наверх потому что выходят новые стандарты и вроде их надо поизучать какие-то новые фреймворки там технологии тоже вроде надо посмотреть ключевое слово надо не хочу а надо и то что я наблюдал много раз в этот момент иногда обучение делегируется молодежи со словами тут у меня как бы системный взгляд на вещи вот молодым будет полезно поразбираться в деталях значит все что можно было придумать уже придумано а вот молодежь как раз прокачается и чет постепенно постепенно перемещается вниз можно назвать это выгоранием наверное хотя это там клинический диагноз но в целом какая-то вот такая диаграмма нарисовывается что хотел бы предложить сейчас вам коллеги можете прямо сейчас нарисовать матрицу 2 на 2 где-то может быть если вы конспект ведете или на листочке бумаги или просто не знаю google x где-то матрица 2 на 2 нарисуйте средних размеров таких в голове недостаточно будет представить лучше нарисовать чтобы это был результат вашей работы чтобы вот это с вами осталось и поставьте пожалуйста точку в тот квадрат где по вашим ощущениям находитесь лично вы в центр матрицы точку ставить нельзя отвечая на ваш незаданный вопрос на границе ставить можно но будьте честны сами с собой где находитесь вы каком квадрате и я предположу что если в самом начале у вас были оценки по шкале от 1 до 10 невысокие скорее всего вы где-то в левых квадрат если высокий скорее всего в правых квадрат ну вроде бы это звучит логично если вас работать руководителем это категорически важная история вот еще почему потому что команда она считывает состояние своего руководителя если он приходит на работу каждый день желанием наконец сдохнуть но нельзя ждать что вся команда как-то значит замотивируется по этому поводу и будет релиза релизить новыми силами там и как-то все это развивать еще вначале надо разбираться с собой если вам интересна ваша работа ну команда считывает скорее всего это это и люди подзаряжает там и так далее так вот где находитесь вы это не значит что надо сразу бежать что-то делать тут есть разные значит варианты но в целом это важно заметить у меня был в этой матрице много глубины на самом деле вот если вы сейчас кем-то руководится игре коллеги я забыл вас спросить в самом начале поскольку у вас людей вашей команде ну или в тех командах которыми вы руководите если ноль напишите ноль если не ноль напишите сколько людей 40 36 ну предположу что это несколько команд наверное вот такая прям иерархия де-факто а скорее всего 16 это тоже много да то есть там должна быть иерархия чтобы это все работа вылетела 46 если у нас интересно сегодня подобралось много таких крупных руководителей вот смотрите что можно сейчас еще сделать непосредственно 25 25 непосредственно это прям много дина ну то есть это у меня было 17 я помню в непосредственном подчинении это означает что некоторых людей ты просто не видишь на том что с ними происходит в индустрии умных людей на где люди очень нелинейны где у них производительность может отличаться в разы где у них состояние может меняться драматическим образом но что-то человек там задело несправедливое решение и у него мотивация хоп там и упала очень важно отслеживать их состояние и здесь что можно сделать вот верну вас к этим матрицам помню не видел ни одного нуля нет был один ноль александр да вижу если вы кем-то руководите подумайте в каких квадратах вот по вашим наблюдениям по вашим ощущениям находятся ваши ключевые сотрудники тем лиды если вы руководите большой командой или те на ком многое завязано потому что если люди находятся в правых квадратах это более устойчивая ситуация с точки зрения их там внезапного ухода или внезапной пропажи если в левых квадратах и вы с ними это не обсуждали ситуация не очень устойчивая это повод с ними будет это обсудить возможно используйте инструменты которые у нас будут чуть позже поэтому в матрице много глубины у меня был реальный случай когда это было летом 12 назад я приехал приехал во львов на конференцию по рекрутингу меня пригласили выступать если никогда не были вот мои рекомендации это как хороший детектив посмотреть конференция по рекрутингу это детектив как люди переманивают других людей это очень интересно у меня была такая очень небольшая аудитория я как раз рассказывал про интерес про мотивацию мои любимые темы после доклада подошел сказать молодой человек может за 40 тогда было на сергей и он оказался владелец сети бутиков и говорит что у меня вопрос у меня две команды айтишный там одна говорит это такие прям но они занимаются сайтом нашим то есть вот там фронт-эндом фактически такие любимцы всей компании то есть там у них много энергии они с моделями ездят на всякие выставки дефиле там терпыр вот и их все любят а вторая это говорит сис админы это реально окоп то есть я к ним захожу хотя гендиректор там владелец мне становится страшновато все ними такие что ты пришел мешать нам работать вот этим окопом говорит недовольны все в компании причем я к ней с ними когда общаюсь они мне объясняют что все вокруг козлы типичная история ну и мы с ним начали обсуждать и зашла речь о том а кто руководит этим окопом и выяснилось что это человек который находится в левом нижнем квадрате вот что делать с таким человеком тем лидом который находится в левом нижнем квадрате можно ли команду из этого состояния окопа сделать не окопом если у них руководитель находится вот там очень сложно но это фактически невозможно потому что возвращение человека из этого квадрата может занимать прям большое время если это выгорание именно как депрессия там возможные пилюльки уже будут нужны какие-то специальные у сергея это осложнялось тем что это его близкий друг одноклассник и он его когда-то приглашал вот человек у него работы выиграл и дальше вот у него дилемма как решать эту межролевую еще историю преступный я недоволен своим выгравшим тем лидом а это еще мой близкий товарищ ну и это его задача ему это предпридется решать любом случае вот но я к чему к тому что вначале надо определиться где мы находимся согласовать это с человеком и потом по этому поводу уже что-то делать или не делать вторая реальная история наш коллега сергей бережной серёга если будешь смотреть эфир тебе большой привет он тогда работал в компании валидио в харькове я приехал с тренингом то тоже лет 12 назад наверно им а серёг тогда руководил большим подразделением чек на 60 наверно и потом написал мне письмо значит саша спасибо за тренинг я вот тебя по этой матрице проанализировал обнаружился в левом верхнем квадрате и подумал а чего я такого вот хочу делать то на самом деле но не делаю и вспомнил что я всю жизнь мечтал научиться играть на электрогитаре я думаю а что я не делаю я после тренинга говорит поехал музыкальный магазин купил себе электрогитару купил комбик игр теперь по вечерам сижу по часу примерно горит там тренируюсь в наушниках получает большое удовольствие и внизу такая приписочка интересная и на работе как-то пободрее пошло что произошло человек себе из левого верхнего квадрата переместил в правый нижний вы замечаете это причем вообще вне работы и само по себе это дало ему чуть больше энергии потому что он перестал вытерпливать то что он не делает что-то важное для себя мы про это сегодня еще поговорим раньше он не делал у него было объяснение так это потому что у меня работы дофига а не в этом дело-то на самом деле ты можешь это делать независимо от работы ты просто выбираешь это не делать или это там выбираешь делать когда у тебя уже сил нет и тогда ты просто это не делаешь объясняй себе что-то работа его хватило на полгода примерно потом он все-таки переехал в другой город в другую компанию потому что вопрос был не только в предметах давайте здесь мы остановимся за сколько месяцев среднем специалист проходит такой круг внутри одной компании дорад очень разная история очень разные люди и наша с вами задача научиться замечать это за собой и постепенно постепенно находить для себя что-то на что нас заряжает в чем мы не очень компетентны и обучение в этом как раз и помогает но поэтому тоже чуть позже поговорим а понять почему он выиграл да поэтому это все не поговорим про процесс второй инструмент который я хотел бы здесь упомянуть он называется батарейка и он разработан несколькими психологами и биологами один из них это анна обухова которая у нас неоднократно выступала в наших программах в личных кабинетах у студентов есть записи выступлений вот про энергию команды они очень всегда хорошо выступает но в чем смысл смотрите эта модель отнеситесь пожалуйста к этому со здоровым скепсисом как к модели то есть она не дает ответов на все вопросы вселенной на все вопросы жизни это некая модель которая позволяет нам так немножко замедляться проверяться прислушиваться к себе и смотреть соответственно что у меня там на самом деле зарядом про что эта модель говорит если мы себе представим некую батарейку то у человека может быть некоторый заряд его энергия и авторы модели они наводят ну такую очень условную данную категоризацию ну например то есть если энергии нет совсем этот человек находится в коме у него практически ничего не работает кроме некоторых физиологических процессов но в целом он не функционирует 5 процентов вот он уже может глотать и переваривать пищу 10 процентов человек как будто после тяжелой болезни может передвигаться но он пока больше ни на что не способен ну и пошло поехало то есть чем больше процентов тем больше человек может делать 15 процентов человек может заниматься какой-то деятельностью пока не такой механистической скорее до 20-25 чуть более сложной механистической деятельностью 30 процентов человек способен уже сам себя занять и выбрать себе занятие и может даже подзаряжаться от какой-то внешней обратной связи При этом сам по себе он пока какую-то инициативу не проявляет. 35 человек начинает понимать время, я успеваю или не успеваю. То есть он начинает довольно трезво оценивать свои силы, не нахватывать на себя каких-то лишних задач, чтобы потом под ними погрязнуть и так далее. А в этом состоянии, если человек, он это примерно понимает, но при любых каких-то категорических изменениях начинает впадать в тревогу или в панику. И в этот момент от него идет сильное сопротивление. Не знаю, если у вас было такое, когда вы приносите какую-то идею команде и прямо на созвоне люди начинают возражать. Как будто возникает большое сопротивление. Если у вас такое бывало, напишите, пожалуйста, плюсик. Очень часто по моему опыту, по опыту нашей команды, потому что я наблюдаю, как консультант, когда смотрю работу команд со стороны, сам был с сопротивлением. Сергей, тогда сейчас будет интересно к себе прислушаться. Что там на самом деле стоит за этим сопротивлением? Потому что, когда мы сопротивляемся, мы тем самым реализуем какую-то свою потребность. Что стоит за сопротивлением? За сопротивлением очень часто стоит отсутствие энергии. Когда ты перегружен, это моя типичная история. Я перегружен, вот тут ко мне прибегает мой коллега, дядя Слава Панкратов, бесконечный источник идей. Он сейчас в отпуске, ему тоже большой привет. Говорит, коллеги, я все придумал. Я уже начинаю тасковать в этот момент. Потому что я понимаю, что сейчас он что-то предложит, и по этому поводу надо будет что-то делать. Моя естественная реакция какая? Я начинаю сопротивляться. Типичная история – это сопротивляться каким-то идеям, изменениям. Бывает по-разному. У нас есть коллеги, которые, вот когда руководители внутри нашей компании, когда им тяжело, они идут в наш общий командный чат и начинают всем такие нарушительные беседы проводить на тему того, как нам на самом деле надо работать. Вот если такое происходит, я смотрю, о, ну все. Саша перегрузилась, вот надо пойти и с ней по этому поводу поговорить. Поэтому, если у вас такая история в командах происходит, подумайте, что там у людей. Сейчас, ну, плохая новость в том, что сейчас энергия у всех не очень здорово. В силу происходящего вокруг. Вы помните время там феврале, марте, апреле прошлого года? Ну, в конце февраля и марте просто было невозможно работать, потому что новостной поток был такой, что там уровень стресса кортизола зашкаливал, вот энергия там резко спала. Не знаю, как у вас, я неделю или две просто ничего не мог делать. Ну, то есть ты только новости скролишь и больше тебя ни на что не хватает. Сейчас вроде бы народ от этого отходит, но в целом все равно за этим важно следить. Пойдем дальше. 40% энергии, согласно авторам модели, это способность руководить. То есть человек, значит, может быть менеджером, если это работа такая административная, но это пока не вполне лидерство. То есть он не ведет куда-то команду, лидерство появляется чуть позднее. Ну и пошло-поехало, то есть вот там 50-55% уровень лидерства и 100% это мировая известность, там мать Тереза и, значит, Стив Джобс и все такое прочее. Повторюсь, модель очень условная. Но чем она мне нравится, это то, что можно время от времени замечать, что со мной. И я здесь хотел бы, коллеги, спросить вас, а как у вас с ресурсом? Вот вы бы заряд своей батарейки насколько бы оценили? И насколько вы отслеживаете вообще, что с этим происходит? И как она заряжается и как она разряжается? Я приведу личный пример. Спасибо за ответы. Где-то года два назад, наверное, я к себе прислушался и понял, что я опять перестал любить свою работу. Ну, прям как-то мне стало тоскливо от нее. Я еще заглянул месяц на три вперед. Ну, потому что у меня было в месяц 20 с чем-то выступлений, каждое по 4 часа. Я просто перегрузился. Я заглянул на три месяца вперед, увидел, что там такая же тоска. Думаю, ну все, тут я и закончу свою жизнь в этих эфирах. Но я сейчас смеюсь, а тогда было совсем не весело. А еще ко мне пришел дядя Слава Панкратов, мой коллега с вами, Александр. Я что-то испытываю, говорит, tension, напряжение, что вы не думаете про стратегию нашей компании. Я его слушаю и думаю, Вячеслав Юрьевич, не хотели бы вы пойти вот куда-нибудь в известном направлении? Tension он испытывает, блин. Мне и так тут тяжело. Ну, мы с ним партнеры. Хотя у Славы это здравое намерение. Саша, давай компанию развивать. Но мне очень тяжело. Я что сделал? Я сел и просто начал выписывать, чем я занимался последний месяц. И я вот до сих пор два года, я пишу, у меня есть мой личный тайминг. Я основатель компании, управляющий партнер, но я веду личный тайминг. Не знаю, коллеги, кто ведет свой личный тайминг. Вот на что у вас уходит время? Можете написать нам плюсик в чат? Если не ведете, я бы советовал, ну попробуйте, в виде эксперимента. Я это делаю с двумя целями. Первое. Я контролирую свою загрузку. Я пишу задачи, которые у меня занимают 15 минут. У меня такие блоки 15 минут, 30 минут, 45 и час. То есть я вот так прямо. Я в часах. Один, один, запятая 25 и так далее. Я ищу задачи, которые мне нравятся делать. Я их крашу в зеленый цвет. Я в гугл документе прямо это пишу. Крашу в зеленый цвет. И в конце месяца я подвожу итог. Сколько времени у меня уходило, на что уходило и сколько было задач, которые мне нравится делать. Я контролирую свою загрузку. Я контролирую, чтобы в моей деятельности была задача, которая мне нравится не меньше 35%. Вот если это так происходит, мне по ощущениям норм. Мне хорошо. Если я перегружаюсь, если задачи, которые мне нравятся делать меньше, все. Вот тут моя энергия падает вниз. Вот и все плохо становится. И вторая задача, вторая цель, с которой я это веду. У меня есть партнер. Мы работаем удаленно. Он не видит, чем я занимаюсь. Я в любой момент могу ему показать. Смотри, вот мой фокус. Он такой, а ну понятно, все. Значит, не вопрос. Вот никакого теншена нет. Это очень помогает отношениям. Поэтому, как у вас с ресурсом? На что у вас уходит время? Сколько вы делаете задач, которые вам нравятся? Вот это второй инструмент, который я сегодня хотел упомянуть и про который можно было бы поговорить. Причем эти две вещи, они связаны. То есть, если вы делаете те задачи, которые вы чувствуете, что вас развивают, у вас и энергии будет больше. Если вы делаете что-то, что вас не развивает, у вас энергии становится меньше. То есть, наш уровень энергии и наш интерес к тем частям деятельности, которыми мы занимаемся, имеют какую-то связь между собой. В этой картине есть еще третья составляющая. Ну, вы можете заметить, что на слайде есть пустое место. И мысль здесь следующая, что за всеми нашими действиями или бездействием, за уровнем энергии, за уровнем интереса, стоят наши потребности и наши ценности. Это немножко разные вещи с точки зрения психологии, потому что потребность – это то, что я хочу получать от мира, а ценность – это то, что я хочу в этот мир привносить. Но, в целом, это так. Все ли люди могут иметь уровень энергии 100%? Согласно авторам модели, не все. То есть, 100% – это люди с высокой миссией, с мировой известностью и так далее. Поэтому авторы модели говорят, вы сначала хотя бы 55% это достигнете, а потом уже будем посмотреть. Но я повторюсь, модель условная. Не воспринимайте ее буквально, просто возьмите из-за нее то, что для вас важно. Для меня важно то, что мой уровень энергии падает, когда я перегружаюсь, и когда я делаю много задач, которые не приносят мне радости. И я вот это решил для себя отслеживать. Потому что, если не отслеживаю, ну все. Коллеги, я не знаю, как у вас. У меня работа, еще трое детей, еще супруга и много других еще интересных хобби и задач. И когда ты везде бегаешь, такое ощущение, что ты все время куда-то мчишься и делаешь всем хорошо. Если у вас возникает такое ощущение, напишите смайлик, коллеги, и я увижу близких мне по ценам всем людей на нашем эфире. Да, вам всяческие лучи поддержки и жму руку виртуально. Ну вот, а когда ты... Я очень плохо умею думать про себя. Вот если специально себе что-то не придумаю, встреча со специалистом, с психологом поговорить или какой-то инструмент такой, ну все, мой фокус перемещается на близких мне людей, и я стараюсь им хорошо делать. А про себя как-то склонен забывать. Поэтому я для себя это выбрал. Что вы для себя выберете, вы решите сами. А если в течение дня есть задачи, которые не радуют, но ты знаешь, что есть дела занимающиеся час, но не по работе, которая поднимает настроение и дает энергию для рабочих задач, стоит ли откладывать до вечера или прорваться и сделать это? Андрей, смотрите по себе, как у вас лучше. Вот я, например, понял, что с утра мне гораздо лучше пишутся тексты из статьи. Вот те тексты, которые выходили в наших телеграм-каналах, в почте на этой неделе, я писал утром, в прошлую пятницу. Вот большинство из них были написаны. Я встал с утра, у меня много энергии с утра, обычно чистый мозг, никто его еще не загрузил, и я этим занимаюсь. Если брать там какое-то хобби, которое мне тоже нравится, например, аргентинская танго, последние два года, одно из моих увлечений, я ставлю его на вечер. Потому что там как раз помогает и голову разгрузить, и такое хорошее завершение дня. Поэтому поэкспериментируйте, посмотрите, как лучше идет. Ну и выберите так, как оно лучше работает. Возвращаясь в эфир, коллеги, за нашими действиями и бездействиями всегда стоят какие-то потребности. И нюанс здесь в том, что эти потребности мы не выбираем. Потребности выбирают нас. Вот это важная мысль. Потому что у каждого из нас с вами своя психофизиология с особенностями, нервной системы. У кого-то она одна, у кого-то она другая. У нас по-разному прошло детство. У кого-то в полной семье, у кого-то не в полной. Значимые близкие. Ролевые модели. У всех были очень разные в детстве. И то, как сложилась наша с вами личность, она у каждого своя. А сейчас мы с вами в возрослом возрасте. И вот то, что досталось, то досталось. И потребности там в привязанности, в том, чтобы получить какое-то признание. У всех очень по-разному. Ну вот, давайте так. Кого сильно напрягает то, что начальник вам не говорит спасибо? Напишите плюсик. А кому это нормально в целом, напишите минусик. Если начальник вам в целом не говорит спасибо. Смотрите, у нас и плюсики, и минусики. Кого-то напрягает, кого-то не напрягает. Это при том, что еще и начальники у нас разные. А у кого-то это важная потребность. И у кого-то она важнее, у кого-то она менее важна. Я к чему веду? К тому, что потребности выбирают нас, не мы их выбираем. Но важно знать, какие они у вас есть. И на эту тему тоже можно работать. Ну, психотерапию я сегодня еще не советовал. Конечно, могу рекомендовать. Десять сеансов никому не помешают. Но если не уходить совсем-то в психологию, психотерапию. Есть, например, такой инструмент, который называется VAH Rector Strength Profile. Он рекомендуется в курсе The Science of Wellbeing, Наука о счастье, Ельского университета. Хороший курс. Я не проходил. Слава проходил. Горячо его всем рекомендует. А вот тест я проходил. И там довольно много вопросов, несколько сотен, как в любом хорошем тесте. И вам в итоге выдается такая PDF, в которой обозначены сильные стороны. На strengths. Тест есть на английском, на русском, на украинском. Еще на ряде языков. Как удобно так и выбирать. Я бы этот тест трактовал как потребности. Потому что мысль следующая, что важно, чтобы у вас по жизни, что ли, были закрыты топ-5-топ-8 областей. Чтобы они находили какое-то применение, какое-то наполнение. И что-то может находить наполнение в работе, а что-то не может. Ну, например, вот у Славы... Сейчас скриншот – это мой. Это мой профиль. То есть, видите, там доброта, чувство юмора на втором месте, любовь к учению и все такое прочее. У Славы, по-моему, на втором месте стоит креативность. И для бизнеса это не всегда полезно. Потому что только мы что-то наладим. Тут Вячеслав Юрьевич приходит и говорит, так, коллеги, у меня новая идея. А у него еще энергии много, он очень напористый. И в какой-то момент мы просто это обнаружили. И Слава говорит, окей. И он свою креативность начал использовать в другом русле. Слава пишет фантастические книги. Очень хорошие, очень прикольные, клевые. Бумажный Голиаф называется первая. Если интересно, поизучайте. Я надеюсь, что сейчас Слава в отпуске тоже пишет еще одну книгу в своей серии. Креативность направляется туда. У меня, например, чувство юмора. Мне важно, чтобы у меня была возможность подколоть коллег. Все знают, что на наших созвонах я этим постоянно занимаюсь. Если у меня не будет такой возможности, я буду тосковать. Ну, и может где-то в другом русле. Может быть, над слушателем вебинара буду подшучивать. Но пока коллеги дают над ними подшучивать. Поэтому на них мои чувства юмора направляется. Вот где-то там любовь или доброта. То есть часть нашего сегодняшнего эфира я делаю именно исходя из этого. Я рассказываю какие-то личные истории. Я что-то советую. Я надеюсь, что это вам будет полезно. У нас в вебинарах, помните, там была такая подпись «День открытых дверей». То есть там по-хорошему надо бы про наши программы рассказывать. Про что я говорил? Про то, что важно, чтобы из ваших потребностей топ-5 находили какое-то наполнение. Поэтому если сейчас это не очень ясная история, то есть какие потребности стоят за вашими действиями, за вашим желанием работать или не работать, что-то делать на работе. Поизучайте себя. Пройдите этот тест. Вот выберите время, пройдите его, посмотрите на него, насколько это попадает, не попадает, насколько это про вас. И подумайте, какие из топ ваших качеств и как они находят наполнение в работе или не находят. И как бы вы могли о себе позаботиться, как сказали бы гештальтисты, для того, чтобы вот этот профиль у вас лучше закрывался. Возвращаясь к нашей картине, на самом деле это очень сильно связано. И интерес, и энергия, и потребности, все это связано в одну такую большую составляющую. Вопросы про духовность в этом тесте, мягко говоря, сбивают с толку. Александр говорит, сбивают и сбивают, отвечайте, как отвечаете. Потом будет отчет, посмотрите, насколько это про вас. Вот, и решите, что с этим дальше делать. Непонимание своих потребностей приводит к тому, что мы иногда оказываемся в ситуации, когда у нас энергии нет. Или у нас когда пропал интерес. Понимание своих потребностей и умение о них заботиться, что ли, да, и так настраивать свою работу, чтобы с ними все было в порядке, оно приводит к тому, что и энергии становится больше, и интересных задач тоже появляется больше. Коллеги, понятно ли это? Если это понятно, напишите мне, пожалуйста, плюсик в чат. Потому что я чуть дальше буду говорить еще про процесс, про обучение, как это все связано, как мы в рамках программы обучения исследуем свой процесс и так далее. Но во что я сильно верю? То, что непонимание своих потребностей, непонимание своего процесса, оно приводит нас вот куда-то не туда. И таких историй масса. Я вот после того, как психологическое образование получил, получился, и я последние годы еще индивидуально работаю с нашими студентами, не только со студентами. Ну и типичная история. Человек приходит и говорит, мне там не нравится моя работа. Ну вот прям все, что мне делать дальше? И всегда вопрос, то есть а как так получилось, что работа, которую ты любил, вот здесь вот ты ее любил, вот здесь вот ты ее уже ненавидишь. Это же не вот так произошло. Это была некая череда событий и твоих выборов. Может быть, ты на себя нахватал каких-то задач, может быть, не до конца ясно сказал, чего ты хочешь. Там людям сказать, слушай, я не хочу коллеги это брать, потому что, может быть, что-то еще. Но непонимание этого процесса тебя в эту точку привело. И если ты работу сменишь, на новой работе что будет дальше? Ты повторишь тот же самый процесс, только быстрее, скорее всего. И дальше можно менять работы, можно менять там близких людей, можно что-то менять контекст. Но если ты вот с этим своим устройством из одного места в другое ходишь, ну ты там будешь получать тот же самый результат. Что мы сейчас с вами делаем на самом деле? Вот так если схематично посмотреть. Смотрите, мы сейчас с вами замерили такое некое состояние того, где вы сейчас находитесь. С точки зрения интереса к вашей работе, с точки зрения вот этой матрицы интерес к компетентности, с точки зрения вашего уровня энергии. Это некая точка А. У каждого из нас, из вас может быть точка Б. И здесь я хотел бы вас спросить, а куда вы хотели бы, чтобы, ну как бы вы хотели, чтобы у вас было через год? В своей профессии. Я понимаю, что вы все бы хотели бы мира, победы, там что-то еще. Но это то, на что мы влияем с вами очень опосредованно. Оно может случиться, может не случиться. Но вот если про вас. Это можно в чат мне писать, коллеги. Для себя попробуйте вот сейчас немножко помечтать. Где бы вы хотели через год оказаться? Вот как бы вы хотели, чтобы у вас через год было? Буквально вчера мы общались как раз в индивидуальной консультации с девушкой. Я говорю, слушай, а вот ты бы как хотела, чтобы через год было? Вот сейчас у тебя ты начинаешь бизнес. Через год ты бы хотел, чтобы было как? Я помню, когда я начинал заниматься бизнес-обучением, я ушел из Интела тогда, и у меня первые четыре месяца не было заказов. Ну, то есть я писал какие-то статьи, что-то делал, а корпоративных заказов у меня не было совсем, и никаких. То есть у меня в графе дохода стояло ноль. И меня супруга как-то так начала уже на меня посматривать сбоку, мол, Александр Михайлович, правильно ли шаг вы сделали, чтобы ушли из корпорации, значит, свободное-то плавание? Ну, было как было. И я в какой-то момент задумался, а чего я хочу? И у меня такое нарисовался видение такое, что я в какой-то момент, знаете, просыпаюсь, открываю ноутбук, и у себя в почте вижу два заказа на корпоративный тренинг в один день. Я думаю, вот это было бы клево. И что интересно, через год так и случилось. То есть у меня был день, когда я открыл почту, а там было два заказа. Вот это, естественно, не каждый день происходило, но такой день и случился. Вот как бы у вас, вот вы бы хотели, чтобы там что произошло, чтобы какая команда была, чтобы какая зарплата, чем бы вы занимались. Потому что это ваш год. Это, я-то на это не очень могу повлиять, вот если честно, но вы-то можете. Вот и все остальные шаги, которые будут дальше происходить, можно отбивать по поводу вот этого своего светлого будущего. Поэтому можете после вебинара, после нашего эфира, можете прямо сейчас вот пофантазировать, а вы бы куда хотели. То есть вы бы хотели, чтобы было как. Потому что дальше начнется путь. У каждого будет какой-то свой. Так, там будут какие-то первые шаги, там будет какое-то свое обучение. Возможно, там будет какая-то работа с специалистами, с бадди, там, я не знаю, еще что-то. Но у каждого что-то свое. Но все, что вы будете делать, можно отбивать по поводу вот этих своих хотелок. Иначе фокус уплывет, там вы собьетесь, там и все остальное прочее. Поэтому как бы вы хотели, попробуйте вот в эту сторону пофантазировать. И дальше я бы как раз хотел перейти к программу Стратоплана. Потому что мне кажется, что они во многом помогают и про точку А так ясно подумать, и точку Б сформулировать, и первые шаги наметить. И они сильно поддерживают в этом пути с точки А в точку Б. Как именно, я сейчас как раз вот и поговорю и расскажу. Коллеги, если есть какие-то вопросы, вы задавайте. Вот я по ходу дела либо буду стараться на них обращать внимание, либо в конце постараюсь ответить на то, что важно и актуально для вас. Программы, которые мы делаем. Мы на самом деле занимаемся одной простой такой вещью, что ли, или направлением. Это переход в новую роль. То есть вот есть разные переходы. Есть переходы из роли индивидуального сотрудника в роль руководителя. Этому посвящен курс команды. Есть переход из роли руководителя тем ли да в роль технического директора. Это школа технического директора. Есть переход в роль SEO. Это программа SEO без иллюзий. То есть если схематично представить, только это вот такая история. И каждый переход в новую роль, он требует перестройки. Он требует не только новых знаний, но он также требует еще и новых навыков. Нового, то что по-английски называется, майндсета устройства головы. То есть что я делаю, что я не делаю. Где кончается моя граница, я останавливаюсь, куда я не лезу. И новых привычек. Знания, навыки, майндсета, привычки. Вот четыре вещи, которые там важны. Я в Intel как раз первый тренинг, который я начинал вести, назывался transition to manager. Это переход в роль менеджера. И там говорили про то, что исследование компании. Про то, что переход из роли индивидуал-контрибьютор, ну или инженер, в роль руководителя занимает от шести месяцев до двух лет. Вот наш опыт работы с руководителями говорит о том, что этот переход не всегда еще и завершается через два года. То есть даже через три года ты можешь все равно влезать в работу команды, пилить за кого-то код, и у тебя будет ощущение, что все едет только на твоей энергии. Не знаю, коллеги, если есть у вас ощущение, что в команде все едет только на вашей энергии, и что вы единственный, кому вообще что-то нужно вот в этой команде, можете смайлик написать нам в чат. Вот периодически такое у меня возникало, вот и у наших студентов возникает неоднократно. Но если это происходит, вот с большой вероятностью вы как-то так настроили работу специфическим образом, когда все окончательно в роль руководителя пока еще не перешли, скорее всего. Потому что есть вещи, которые вы делаете из того, что не надо делать, а есть вещи, которые вы не делаете из того, что надо делать. Так вот, каждый переход занимает какое-то время. И общая идея, что можно делать это самостоятельно, болезненно и так далее, а можно это делать вот в той инфраструктуре, которую мы придумали, и которая в целом работает. И это будет проще и без болезни, еще и с поддержкой. Как это происходит? И как это возвращает интерес к работе? Первое, с чего мы начинаем любую программу, это называется запрос на обучение. Обучение само по себе, для нас, это не про получение новых знаний. Точнее, не только про это. Это про изменения. То есть цель обучения, чтобы в жизни студента что-то изменилось, желательно, по-лучшему. Чтобы человек из своей точки А переместился в ту точку Б, в которую он хочет. А для этого нужно на входе как можно яснее понимать свой запрос. Вы куда хотите? Вы как хотите? Вы где хотите оказаться? Мы это делаем разными способами. У нас есть специальная программа assessment. То есть мы каждого студента в курсе команды, в курсе школы CTO, просим сделать несколько вещей. Написать такое сочинение на страницу. Зачем ты к нам? Ну правда. Потому что программа стоит денег, она стоит времени. Тебе надо будет что-то делать. Ты зачем в это все вписываешься? Чтобы что? Какие задачи ты хочешь решить? И люди что-то пишут. Второе. Мы просим людей пройти несколько тестов. Вот VIH Rector, модель управленческой компетентности. У нас есть отдельный тест. И третье. Мы просим человека решить вводный кейс. У нас есть специальный управленческий кейс. Вот те, кто у нас учились, с ним знакомы. Описание такое на страницу, что произошло. И вопрос, что ты будешь делать? Ты уехал в отпуск, пока тебя не было. Твои подчиненные все разломали. Ты возвращаешься. Вот что ты будешь делать? И что интересно, кейс один и тот же. Решают его все очень по-разному. Кто-то увольняет героев кейса. Кто-то себя депримирует. Кто-то начинает решать за всех. И это очень сильно похоже на то, как человек ведет себя в реальной жизни. Потому что макропроцессы повторяются в микропроцессах. То, как ты решаешь учебные задачи, точно так же ты решаешь задачи. Вот в жизни. И если ты это заметишь, ты в жизни тогда можешь что-то подправить. После чего с каждым человеком в курсе команды и школы CTO у нас личное собеседование. Это занимает от получаса до часа. Мы все это обсуждаем. Его запрос на обучение, его тесты, результаты, решение кейса. Смотрим, как он строит диалог. Сколько процентов эфира он занимает. Для того, чтобы и запрос прояснить, и дооформить, и человеку посоветовать, как ему лучше учиться. Потому что у нас обучение в группах, там обсуждение. Там нужно уметь принимать обратную связь и так далее. И это все решается на вводном собеседовании. Психологи назвали бы это стадией преконтакта. И это критегорически важно для любого обучения. То есть если в программе обучения этого нет, мне кажется, она очень сильно не добирает в эффективность. Мы вот уже почти три года этим занимаемся. И это прямо очень хорошо работает. Сама по себе программа строится следующим образом. По сути, каждая программа – это такая регулярная управленческая тренажерка. Я тренингами, коллеги, занимаюсь в 15 лет. Вот вовне. Первый тренинг я провел в году 2006, наверное. И вот что я точно знаю – это то, что короткие программы, у них очень ограниченный эффект. Ты куда-то приезжаешь, один-два дня тренинга, провел у слушателей. Если ты хорошо провел, у слушателей случается, мы это называем припадок энтузиазма. Не знаю, если у вас случался припадок энтузиазма после конференции или после тренингов, напишите нам смайлик. Если хороший тренинг, он и случится. То есть у тебя такая эйфория, тебе кажется, что жизнь никогда не будет прежней. Значит, ты наконец понял, что ты можешь сделать. Возможно, у вас прямо сейчас это происходит на нашем эфире. Но потом тебя начинает засасывать твоя работа. Ты возвращаешься на работу с утра на следующий день, открываешь почту, там тебя уже ждут. Ты думаешь, елки-палки, там коллеги из Америки, пока ты спал, тебе понаписали всякого. Начинаешь разбираться, и тебя вот эта рутина начинает засасывать. И ты вот эту свою лучшую жизнь, которая тебе на тренинге нарисовалась, ты так откладываешь в тумбочку с словами. Будет время, еще посмотрю. И краткосрочная программа работает очень ограниченно и очень не для всех. Гораздо лучше работают программы длительные, как и тренажерка. Ну, правда, нельзя прийти за два часа накачаться, но если ты полгода будешь ходить, изменения будут. У каждого свои, зависит от начальной формы, но это прям хорошо работает. Это то, что мы делаем. А у нас все занятия проходят в онлайне с живым тренером, вот как у нас сейчас с вами. У нас сейчас скорее такая интерактивная лекция, то есть нет практики, но в целом это все в онлайне. Это все с группой. Zoom позволяет там делать комнаты, туда могут, может, эксперт заходить. У нас где-то участвуют фасилитаторы, которые позволяют работать. Но это постоянная живая работа. Работать с людьми можно научиться, работая с людьми. Авторские кейсы, то есть у нас несколько десятков кейсов, причем мы стараемся учитывать уровень подготовки. То есть те, кто более опытные, идут в продвинутые группы, те, кто еще только начинают, идут в группы базовые. Решение типовых проблем, наработка навыков и такое, знаете, полное погружение в практику. С переговорными кейсами, со всей истории. Вот то, что мы делаем. Плюс к этому асессмент студент. То есть, по сути, я бы это воспринимал как такие управленческие тренажеры. Куда вы погружаетесь, работаете и понимаете про себя важные вещи, нарабатываете не типичные для себя модели поведения. Что интересно, здесь вы еще можете получить честную обратную связь. То есть мы на это настраиваем всех участников. Ну, например, в программе SEO, у нас сейчас первый поток завершился. Не знаю, коллеги, если кто-то был, вам отдельный привет. У нас были обсуждения очень нетривиальных кейсов для SEO в тройках. И когда люди потом заканчивали обсуждение, они давали друг другу обратную связь. Вот я со своими коллегами по обсуждению, как бы я оценил их как SEO. По шкале от минус двух до плюс двух. И потом они это обсуждали, а почему ты мне поставил минус единицу? Что это значит? Что прозвучало в моих словах такое, что ты не хотел бы со мной как SEO работать. И это категорически полезная обратная связь, которую в работе очень мало кто может дать. Потому что в нашей культуре это не принято. В нашей культуре не принято начальнику давать обратную связь. Запрашивать его команды. Команда обычно отмалчивается, потому что не знает, что дальше будет. И как это дать так, чтобы это было феноменологично, без оценок и всего остального. Вот в программах обучения это есть. Все это ведет довольно большая команда экспертов. Тут у меня на слайд все еле поместились. Мы специально их подбираем так, чтобы это люди и с большим опытом профессиональным, и с большим преподавательским, и очень часто с психологическим образованием. Чтобы они могли замечать, что происходит со студентами, с группой, и это возвращать. Это не только так в ассоро-культуре, Юрий, я присоединюсь. То есть это вообще большая проблема. Я помню в Виндол, когда писали опрос 360 раз в год. Написать, какие у человека были достижения, это легко. Какие у него сильные стороны, да. Какие стороны для улучшений, это все. Когда диплом пишешь, недостаточное качество иллюстраций. Вот это всем писали, по-моему. Так же у нас. Не принято. А человеку очень сложно что-то менять, если он этой обратной связи не получает. Несколько скриншотов, как студенты это воспринимают. Здесь можно посмотреть на оценки. Мы после каждого блока собираем оценки и стараемся на это реагировать. Стараемся сделать так, чтобы у нас оценка была от 8,8 до 10 по 10-балльной шкале. В целом это удается. Вот в курсе команды, школы технического директора. Уже в курсе команды сейчас шестой поток в сентябре запустится. В курсе школы CTO второй поток. Но в целом мы стараемся в этом направлении работать. Если интересно, вот тут скриншоты этой школы CTO, кто туда приходит. То есть можете видеть, что там и действующие CTO, и руководители подразделений, и основатели компании. Есть несколько тимлидов. Я наших участников сегодня на эфире видел. Коллеги, вам отдельный привет. Спасибо, что приходите. Но, скорее всего, вы окажетесь в группе единомышленников, с которыми сможете поработать про то, что для вас важно. К чему я веду? К тому, что обучение – это очень хороший способ себя перенайти с точки зрения того, что мы с вами обсуждали. Почему? Ну, по нескольким моментам. Первое. Во-первых, запрос на обучение позволяет яснее понять, где вы сейчас находитесь с точки зрения вашего состояния, интереса к вашей профессии, уровня энергии, где вы находитесь сейчас и что вы хотите изменить. Возможно, ваша хорошая цель будет, там, сейчас вы устали, ваша цель – не задолбаться следующие три месяца. Это хорошая цель. Потому что по поводу нее уже можно кое-что поделать. Например, прояснить свою загрузку, например, показать это тем людям, которые грузят вам задачи, сказать, слушайте, вот у меня сейчас так, я больше задач брать не буду в ближайшие три месяца. Ну и так далее. Где ваша точка А и точка Б? Программы обучения стартоплана это позволяют прояснить. Мы на этом прямо заморачиваемся, мы на этом фокусируемся. Второе – это понимание своего процесса. Мы решение вводного кейса привязываем к процессу. То, что происходит с вами в процессе обучения, мы тоже анализируем. То есть не только на уровне навыков и знаний, но еще на уровне процессов. Почему ты здесь… Человек тебе что-то возразил, и ты замолчал. Как так происходит? Не похоже ли это на то, что происходит в реальной жизни, а потом ты не хочешь с этим человеком дальше работать? Что с тобой происходит в рамках учебных, вот этих искусственных, что ли, условий? Потому что это позволяет заметить потом реальную жизнь. И третий важный момент – это присваивание опыта. То, что мы категорически плохо умеем делать. Ну человек, общаемся, он говорит, ну слушай, ну что, он генеральный директор компании, да, год назад было 100 человек, сейчас 500. Вот тут как-то так получилось. В смысле получилось? Это же твоя компания, ты ей руководишь. Это благодаря твоим действиям, в том числе, из 100 человек стало 500. И у вас сейчас там выросли и доходы, и прибыли там, ну и проблемы, естественно. Но в этом много твоих заслуг. Или человек говорит, слушайте, ну я руковожу подразделением 50 человек, ну в целом тут что такого, любой может это делать, ну конечно любой. Вот ПТУшника поставь любого, он, конечно, легко там создаст банковскую систему, которую ты сделал. Нет, не любой. Мы очень плохо умеем присваивать полученный опыт. И мы тренируем этот навык в обучении. После каждого блока, с чем вы уходите, что вы уносите для себя, ключевая мысль, что вы будете делать, что вы ценного из этого выносите. Мы этот навык тренируем. Потому что это позволяет из обучения больше доставать. И в целом это очень полезный в жизни навык. А само по себе обучение, оно перемещает тебя всегда в правый нижний квадрат. Потому что, оказывается, обнаруживаются целые области, в которых ты некомпетентен. Ты, может быть, туда даже не заглядывал по какой-то причине. А там и много ресурса, и много интереса, и всего остального. Для примера, я когда начал заниматься психологией, коучингом, процессным уровнем, и когда я научился искренне интересоваться тем, что говорят другие люди на совещаниях, то работа стала интереснее, чем смотреть сериалы. Потому что ты замечаешь, что там происходит. Даже живые люди, ты на это можешь повлиять. Там такие вещи происходят удивительные. Мы, когда сейчас отправляем наши группы в обсуждение во всех программах, у них всегда есть два задания таких подспудных. Первое – это искренне интересоваться тем, что говорит другой человек, когда вы обсуждаете. И второе – это ваше время на обсуждение провести с максимальной пользой. То есть нет задачи механистически отбарабанить то, что вам задано по заданию. Искренне интересоваться тем, что говорят люди, и провести с максимальной пользой. Потом людей не вернуть из групп. Это тренируемый навык. Интерес к своей деятельности – это тренируемый навык, коллеги. Вот что я хочу сказать. И обучение еще вам в этом поможет, переместив вас в правый нижний квадрат матрицы интерес-компетентность. Что, в свою очередь, потом и добавит энергии. Это заметно. То есть мы после каждой трехдневки, или вот там курс Team Lead 101 у нас был недавно бесплатный, в курсе SEO, мы это замеряем. После каждого обсуждения в программе SEO люди замеряли еще состояние своей батарейки, как у них с батарейкой. И оно так подрастает очень интересно по ходу программы. Что нам по этому поводу говорят умные люди? Джон Уитмар, один из моих, наверное, любимых авторов по управлению, хорошая книжка «Внутренние силы лидера», по примеру, первые две трети этой книжки. Он сказал, что изменения наступают естественно и без усилий, если есть обратная связь и поступает качественная информация. Если вы сейчас не очень довольны той точкой А, в которой вы находитесь, и хотите переместиться в точку Б, то будет очень хорошо, если будет обратная связь и из нее будет поступать качественная информация. Сегодня я надеюсь, что вы эту информацию в том числе получили. Например, на тему того, что вы не одни в том состоянии, где вы находитесь. Помните с точки зрения интереса. Вы не одни, вот сто процентов. И сама по себе это уже поддерживает. Дальше пойдет дальше, значит, какая-то обратная связь по поводу того, что вы делаете, что вы не делаете. Может быть, не очень приятная в моменте, но зато очень полезная. И постепенно, постепенно ситуация начнет управляться. Интересно, что не всегда ты приходишь в точку Б, в которую хотел, но туда, куда ты приходишь, когда начинаешь собой заниматься, все равно это сильно лучше, чем то, где ты находишься сейчас. Коллеги, пара слов про то, когда все это начинается. Курс команда начинается у нас 8 сентября. Курс школы технического директора начинается 15 сентября. Новость в том, что до завтра, по-моему, у нас действует ранняя цена. Начиная с послезавтра она вырастет. В курсе уже собрались и там, и там довольно большие группы участников. Поэтому, если вы там окажетесь, там точно будет интересно. Скорее всего, у нас будет больше 100 человек в курсе команды. Я думаю, что будет под 100 человек в школе технического директора. Но посмотрим, что у нас будет к сентябрю. Поэтому присоединяйтесь. Но я бы вначале предложил вам все-таки внимательно почитать анонсы, чтобы это было взвешенное решение. Потому что это затраты и по деньгам, и затраты временные. Поэтому почитайте, примерьте на себя. Подумайте о вашей точке Б, в которую вы хотите прийти. И если все сходится, тогда уже приходите. То есть мне бы хотелось, чтобы это было ваше осознанное решение. Курс SEO без иллюзий начинается 4 сентября. Он, скорее всего, будет более камерный. Там просто больше практики, больше контакта с тренером. Он сам по себе курс идет полтора месяца. И мы занимаемся дважды в неделю по 2,5-3 часа. То есть он такой более интенсивный и более контактный. Поэтому группы там, скорее всего, будет чуть меньше. Но если вы хотите в эту историю поиграть, почитайте анонс и примерьте к себе. Идея очень простая про то, что SEO очень редко занимается какими-то приятными вещами. То есть очень часто задача SEO – это выбирать из двух зол меньше. И важно это натренировать перед тем, как вы станете SEO. Если вы уже работаете SEO, важно это натренировать. Иначе, добро пожаловать в те самые 75%, которым потом не нравится их работа. И это тоже тренируемый навык. Где четче понимать свои границы, на что ты можешь повлиять и так далее. Я должен здесь проговорить еще позицию компании, которую мы сформулировали после 24 февраля 2022 года, опубликовали и ее придерживаемся вот уже полтора года. Идея очень простая. Мы – компания международная, и мы собирались ей становиться и стали еще раньше до всех этих событий. Мы просто окончательно переехали в международную юрисдикцию. Мы не принимаем платежи, не платим налоги в Российской Федерации, чтобы не поддерживать то, что происходит. Мы – международная школа, принимаем платежи за рубежом в ЕС, в Гонконг, в разные другие юридицы. При этом мы продолжаем работать на русском языке и не дискриминируем студентов по цвету паспорта. То есть мы учим по-прежнему ребят из любых стран, но при этом у нас действует обязательный запрет на привнесение любого политического контекста в обучение. Про это знают все наши студенты, и это работает. За полтора года у нас, может быть, было два случая, когда где-то чуть-чуть что-то было, там людей триггернуло, мы там обратную связь донесли. Но в целом мы стараемся оставаться такой площадкой островом здравомыслия и продолжаем работать для того, чтобы становиться управленцами более лучшими. Извините за корявую формулировку. Но здесь я это вынужден проговорить. Коллеги, здесь я остановлюсь. Рад вас пригласить в эти программы. И напоследок хотел бы почитать анонсы. Примерьте на себя, подумайте про себя, помечтайте о своей точке B, куда вы хотите прийти через год. И здесь я хотел бы еще задать вопрос, а с чем вы уходите из нашего сегодняшнего эфира? Потому что мы про несколько вещей поговорили, и у меня была задача не просто про программы наши рассказать, но еще поговорить про то, как пропадает интерес, как его можно возвращать, какой есть инструментарий по этому поводу. Вот ваша главная мысль, что ли, выхлоп, ауткам, как сказали бы по-английски, из нашего сегодняшнего разговора какой? Вот лично ваш, с чем вы уходите? Попробуйте это сформулировать. Можете в чат написать, можете для себя, но я бы хотел, чтобы вы это сделали. Присвоили этот полученный опыт, а я пока загляну в вопросы и что было в чате. Да, вижу технический вопрос по поводу оплаты. Вижу, что наша поддержка на него сейчас в процессе как раз отвечает. Так, большой комментарий у нас был. Сейчас я вчитаюсь. Спасибо, на самом деле, я хотел вас поблагодарить за активную работу. Коллеги, пока вы пишете, еще пожелаю вам три вещи. Первая вещь – это искренне интересоваться собой. Потому что сами по себе, во-первых, вы вряд ли кому-то более интересны, чем вам самим. А во-вторых, я точно знаю, что там много ресурсов скрыто. И вот я занимаюсь собой, раскапываю, как устроена моя голова. Это категорически интересно и чудовищно полезно. Поэтому интересуйтесь, пожалуйста, собой. Второе, что хотел бы посоветовать, пожелать, это интересоваться другими людьми. Как они устроены, почему они делают то, что они делают, что у них там вообще происходит, что находится за этой ширмой, за этим экраном. И это тоже категорически интересно и сильно помогает их лучше понимать и договариваться. И третье, коллеги, хотелось бы пожелать быть внимательным к своему состоянию. Потому что мы все время как будто куда-то бежим, бизнес нас к этому подталкивает. Поэтому будьте внимательны к себе, замечайте, когда вы урабатываетесь, замечайте, что с вашей энергией происходит, с вашим интересом. И само по себе замечание, оно уже хорошо. Потому что исходя из текущей реальности, можно дальше что-то планировать. Вот. Интересуйтесь собой, интересуйтесь другими людьми и замечайте, что с вами происходит. Сергей пишет практически... Константин, прошу прощения, пишет, разделяю мнение-подходы. Вседо существовало мысль, не является ли данной схемой мышления некой полезной, но, наверное, опасной формой интеллектуализации и рационализации? Нет ли риска, что подобный подход может привести к поведению тревожности или профдеформации, например, в желании и способности все контролировать, может притечь из работы в остальную жизнь. В результате может потеряться способность и интерес жить и быть в моменте, умение просто расслабляться, как правильно с этим поступать. Константин, у вас не получится постоянно быть на стрёме, что ли, и анализировать, почему он мне это сказал, что я по этому поводу чувствую. Это не получится просто. Но важно, чтобы этот навык был и время от времени его включать. Это так же, как у профессиональных психотерапевтов. То есть я помню, когда общался со своим специалистом, и очень такой ясный, поддерживающий, граничный, все там очень технично. И как-то Алексей Михайлович вышел из роли терапевта, вошел в роль, собственно, Алексея Михайловича, и как начал матом ругать правительство нашего города за то, что оно там ввело какую-то запретную транспортировку оружия охотничьего, а он охотник, оказался заядлый. У меня только челюсть отвисла. Настолько это был другой человек. А потом он вернулся обратно в роль терапевта, и мы продолжили разговор. То есть для меня это про то, чтобы тренировать разные подходы. И дальше у вас будет возможность выбора. Либо сюда, либо расслабиться и про это просто не думать и не париться. Друзья, ну что ж, я вижу, что у нас вроде бы вопросов больше не поступает. Хочу вас поблагодарить за внимание. Приглашаю еще раз программу Стратоплана. Помните, что в курсе команды Школы СТО до конца завтра можно еще сэкономить денег, что немаловажно. И спасибо за то, что находите время подумать про себя и провести его со Стратопланом. Буду рад вас видеть в программах. Если есть какие-то вопросы, пишите. Постараемся все прояснить и постараемся быть вам полезными. Всем хорошего вечера и всяческих управленческих успехов. Всем пока.